Не столь часто в городе Бресте можно увидеть подлинники именитых мастеров, таких как Рембрандт, Ван Гог, Жолен, Рубенс и многие другие. А вот Брещанам посчастливилось. Выставка голландца и фламандца открылась в художественном музее. И, конечно же, центром внимания вернисажа стал рисунок Ван Гога, который внесли в зал и под аплодисменты посетителей эффектно разместили среди других. Перед самым отъездом в Беларусь, перед самым первым городом, которым был Гомель, мы поняли, что это совершенно не та выставка, которую нужно показывать. Для того, чтобы это была та выставка, нужно какое-то шокирующее соединение голландцев и фламандцев, Рембрандта с чем-то вообще несоединимым. И тогда мы придумали Ван Гога. У меня был давно контакт человека, который владелец рисунка Ван Гога. И мы доставили его из Арабских Эмиратов в один из последних дней, пока это было возможно. Рисунок Ван Гога стоит 10 миллионов российских рублей. Значит, рисунок Рембрандта стоит недорого, меньше 10 тысяч евро, потому что он реставрировался и очень в грубой форме. Выставка «Голландцы и фламандцы» состоит из 143 работ и включает в себя гравюры двух стран, начиная с 1570-х годов XVI века и заканчивая началом XX. Главные герои выставки – гравюры и рисунки знаменитых мастеров графики из Голландии и Фландрии, в которых, собственно, и получил отражение «Золотой век» голландской и фламандской живописи. Абсолютно каждый мазок – кисти. Штрих-карандаша уже написал свою многовековую историю, которую не стереть ластиком, не смыть водой, не убрать растворителем, как и имена таких авторов, как Ван Гог, Жолен, Вермеер, Рембрандт и другие. «Идея выставки вынашивалась где-то год, еще два года собиралась, и за один день мы поняли, что это вообще будет другая выставка. Нужен Ван Гог, я срочно купил билеты и пока летел в самолете, передумал вообще все. Вся выставка была переделана абсолютно. Мы поняли, что нужно соединить два мира, это будет гораздо интереснее, соединение двух миров, нежели углубление только в один мир, мир 17 века, мы соединяем его с миром 19 века». Рембрандт и Ван Гог. Куратор выставки «Голландцы и фламандцы» Артем Суслов считает, что собрание подлинной графики 17-19 веков можно рассматривать бесконечно. Это спорное заявление, но в одном моменте трудно не согласиться. На выставку «Голландцы и фламандцы» времени надо выделить больше, чем на обычное собрание картин. А все потому, что гравюры, особенно голландские, очень маленького размера. И тут на помощь посетителю приходят организаторы. Во-первых, экспозиция снабжена справочным материалом. Во-вторых, некоторые гравюры демонстрируются на большом паспорту, чтобы уж точно не пропустить мельчайшие детали, которые заложили в них мастера прошлого. «Когда я смотрю что-то, я оцениваю качество изображения и наслаждаюсь процессом. Так вот, крайне редко в последнее время удается наслаждаться процессом. В основном я прихожу и начинаю оценивать качество изображения. Ну, то есть там где-то что-то не туда сдвинулось, где-то не тот свет, где-то не то пятно, где-то еще чего-то. А сюда приходишь, и все органично. Рисунки, сюжеты, оформления, вот оно все вместе. Его не хочется оценивать, его хочется просто смотреть. Смотреть, разматривать, выглядываться, понимать сюжеты, и при этом не задумываться о том, о чем думал художник, когда он писал картину. Всегда интересно посмотреть на натуральные оттиски, которые уже имеют какие-то столетние истории. Не сегодняшнего дня, а столетние истории. Выставка голландцев и фламандцев стала для зрителей незабываемым путешествием по эпохам. Ведь это именно то искусство, которое вышло за строгие границы. Мастера, которые даже в черно-белом рисунке, сумели поиграть со светом, показали смелость в изображении различных реалистичных форм. А главное, утонченно передали настроение. Продолжение следует...